Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Рокутагин. А это прекрасный Far Cry 6, а может не прекрасно, мы еще не знаем, что к чему и как. Всем здравствуйте, я надеюсь меня видно, меня слышно и мы сразу прямо мощно приступаем. Режим испытания, классический режим Far Cry, вот это мы любим, поехали. Мои яранцы, знайте, мое оружие правда. Страна слишком долго томилась в руках политиков, но вы выбрали будущее, лекарство, дорогу к раю. Вивиро, наши ученые создали наиболее эффективное в мире средство от рака. Табак для него мы выращиваем на чистейших удобрениях. Вивиро, чудо, которое вернет нам рай. Но за рай приходится платить. Нашим врагам этого никогда не понять. Я обязан делать не то, что легко, а то, что правильно. Поэтому я принял решение, что нужно продлить райский призыв. Яранцы со всего острова будут отобраны, чтобы выращивать вивиро и спасти нашу страну. Этих счастливчиков выберут с помощью жеребьевки. Одним из них может стать даже мой сын Диеглом. Эй, Даник. Как истинный яранец, он принес уху с улыбкой. Присисаменте, этого Кастильо и надо. Хватит политики, Лида. Думаешь, призыв только для истинных яранцев? Он для изгоев, бедняков, сирот вроде нас. Кастильо воскресил в стране рабство. Теперь это реальность. Стоп, стоп. Ты нас бросила. Сбежала в джунгли к этим повстанцам. В либертат. Вернулась за свежим мясом для священной войны Клары Гарсии. Это же наша последняя встреча. Дани, скажи уже что-нибудь. Итак, выбор персонажа. Ну, нифига себе. А, тут два варианта. Ну, хорошо, согласен. Да. Ты нужен либертат. Ты учился. Тебе светила карьера в армии. Жаль, что ты бестолочь. Давай с нами, Лита. А, ты никогда не слушаешь, Дани. Эй, пора валить. Корабль ждет. Выпьем в Мексике. А потом в Майами. Конью! Свет рубануло. Нет, все серьезнее. Это что, блин, ствол? Эй, что происходит? Витальмондо! Призывники должны прибыть на службу. Вы поможете возродить рай. Вот черт. Ни хера себе! Призывники должны прибыть на службу. Вы поможете возродить рай. Все вместе. Олеха, нет! Олеха, ложись! В жопу, Кастильо! Олеха! Призывники должны прибыть на службу. Вы поможете возродить рай. Уходим. Хэдшот, деточка, да? Быстро! Кладки. Вместе. Обещай мне, Лита. Идем, Даня. Да. Что, сразу же сняк, что ли, пойдет? Такое мы любим. Хорошо. Давай, давай. Хорошо, с удовольствием. Эксперанса. Хорошо, я согласен. Ну. Документы. Призывники должны прибыть на службу. Мы ничего не сделали. Вы поможете возродить рай. Я понял, почему персонаж не ходит. Еще двое! На той крыше! Это юмор какой-то? Или мы кого-то ждем? Позже. Сраные утренеры. Персонаж не ходит, я отвечаю, без шуток. Он просто, сука. Не ходит. Он пошел! Фантастика. Он моменто. Он моменто. Камарадос. Кто-то говорил, что звук вроде как не очень громкий. Я сейчас, дженерал, вот это, сараунд, сука, подниму там. Ну, вот так, я думаю, нормально будет. Если будет громко, кричите. Вот, кричите просто. Кто не успел, тот опоздал. Ну, так пусть будет, типа, такого что-то. Все, нормально, пацаны, все хорошо. Вы же знаете. Да, на корабле, на всем остальном. В Майами. В Майами. Да. Обещаю. И Олеху, и все будет. Какие Фанди? Черт. Там никого нет. Хорошо. Скрытность. Я иду, я иду. Я скрытный, сука. Ага. Надо было явиться на сбор, Рохан. Я понял, 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 понял. Не вопрос. Гором следующий откроет, то ты Дани Рохас. Пойдем. Сыпать, сыпать, сука. Сюда иди. Сейчас тебе такой Рохас будет. Нагибохас будет, понял? А что, типа нет? Сюда. Можешь вот это, слышь, метлой, короче, ему. Надо, ладно. По шее надавать. Ладно, ладно, я согласен. Мозгаром сделаем, все сделаем, ребят. И мозгаром будет, и все будет отлично. И вы знаете же закон. С самого начала нагнул, значит успех будет. Ну, бежал, бежал. Да, давай двигайте отсюда. Мы двигаем. Мы как умеем, так двигаем. Умеем мы, правда, так себе. Фига себе, блин. Танчик какой-то, кстати, маленький. Тридцатьчетвертый, что ли? Типа такого что-то непонятное полетело, побежало. А, ну. Либертадо, сука. Они нас увидят. Да. Не увидят, нет. Все как Серега завещал. Сейчас аккуратненько проникнем. Никто нас не увидит, правильно? Никто не увидит. Игра очень длинная, так хорошо. Я никуда не спешу. Мы стримы будем делать небольшие, там, часа по два, два с половиной. Вот. И все будет хорошо. И все у нас получится. И все будет либертад, ребят. Ну. Все, да, побежали. Она сказала вперед, я бегу, как бы. Ко мне не должно быть претензий. Давай, 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 давай. Живее. А эта девочка-то, булочка, ты где? Не знаю, куда она ведет. Кстати, что у нас по Сенси, тут все нормально, нет? Это хоть повстанцы от революции 67-го. Узнаешь метки? Ну да, нормально. С детства помню. В общем, мы повстанцы. Мы либертад будем наводить. Либертад, это слово, либеро, либерти. Короче, свобода. Мы за свободу. Мы такие, типа, красавцы все, молодцы. Этот тиран. А мы, а мы за свободу. Нет, прошу. Да. О, гонос. Вот это жесть. Революцион, написано. Ёпуй. Не-не-не-не-не, быстрее. Давай, давай. Девочка, ты там где? Не знаю, куда она делась. Я надеюсь, с ней все нормально. Так, ну. О, какой-то предмет. Нет, это нельзя взять. Ну, я так, знаете, я сразу же, вы понимаете. Хабар, как без него. Без него просто никуда. Да. Столько крови. Да, крови многовато. Давай, ты шевели батонами, девчоночка. Пока нас реально не нагнуло капитально. А, ну все. Мы почти пришли, да. Я не пойму, а где она вообще есть? Она говорит, где-то впереди выход наружу, но я ее саму не вижу. Ладно. Догонит, как бы. Девчонка местная. Все моменты знает, я думаю. Все будет тип-топ. Черт. Тупик. Это не страшно, подожди. Пожарная лестница есть, правильно, ребят? Лже-яранцы. Я вижу вас, сволочи. Да? Болады, там лже-яранцы. Иранцы какие-то. А, хорошо говорит, сука. Молодец. Так, ну я уже понял, как двигаться. Да. Во, появилась наша девочка. Умница. Умница. 15-20 часов. Ну и отлично. Отлично. Друзья, мы что, прям куда-то спешим, что ли, с вами? Да нет, конечно. Конечно, нет. У нас и так все тип-топово идет. Блин. В смысле, на какой крыше? Давай-давай. Я тут в плане как бы дать по пяткам, я специально... Нет, сука. Так, вопрос. Иди дальше? Куда мне дальше идти, девочка-то моя? Ты что? Куда мне в квартиру? Простите, простите. Простите, простите. Там минуты уже ухаждаются. Девочки, какие годные. Малышки, я к вам еще зайду. Да. Папочка зайдет к вам. Все будет хорошо. Не переживайте. Ярахат, все нормально. Все вперед. Да. Все хорошо. Ассасанто Камарадос. Поехали. Ой, у вас тут красиво. Ой, блин, они людей расстреливают, сволочи. Ну, не негодяи? Нафига гражданки взяли и расстреляли? Сука, гондониня. Давай, быстрее. Мне тут вообще неспокойно. Поскорее, правда, до корабля добраться. Пушку дадут, броник дадут. Не знаю, что они дадут. Тогда уж как-то будет. Конечно. А это есть полиция? Нифига не, блин. Это полицаи какие-то. Да. Да. Все нормально, все хорошо. Мы уже рядом. Мы добежим. В крайнем случае нет. Но я надеюсь, что да. Бежать чуть-чуть осталось. Буквально. Чуть-чуть. Да. Она бежит, бежит. Но она какая-то не очень быстрая и тормознутая. Вот вынужден заметить. Пожалуйста, нам нужно уплыть. Абуэлла, ну зачем мне бейсбольные карточки? Ты не знаешь, сколько они стоят? Пропусти нас. Ай, бульярда. Марко, ты все заводишь друзей? Опаздываешь, Дани. Где Олехо? Он отказался от билета. Отдал семье. Брехня. Олехо сирота. Олехо уже никуда не поплывет. Ну же, Марко. Пропусти их. Молодец. Эй, какого черта? Пустите нас! Грасьес. Да не за что, Чамако. Вот. Все, что у меня есть. Но так нельзя, Дани. Нам нужно сражаться, а не бежать к Янке. Олехо сделал тебе подарок, Лита. Мы выживем. Как в приюте, как в академии. Что это? Прошу, нет, это рыбачка. Йок-мио, нет, нет. Прошу, нет, нет. До того, как стать аль-пресидентом, ми папа рыбачил. На суденышке, типа такого. Мы с ним ловили рыбу, а потом отпускали. Он говорил, наша цель не набить брюхо, Михо. Наша цель испытать себя. Но порой он ловил больших таких марлинов. Да, гордость не позволяла ему отпустить их. Больной тирану! Ты отравил яру и ум своего сына! Я поймал очень большую рыбу сегодня. Правда, Диего? Диего! Охренеть! Я поймал тебя, Михо. Пора возвращаться домой. Я устала от этого, папа. Но выбора нет. Пощади их. Пусть они делают вивира. Правда? Или ложь? Правда. Да, они могли бы работать. Помогать нам возрождать наш рай. Но если бы ты не хотел их смерти, то никогда не сел бы на этот корабль. Всего тринадцать. А Диего уже так заботится о своем народе. Этих рыбок мы с тобой отпустим. Что вообще произошло? Нам хана! Бамус! Бамус! Дани! Отстрел! Диего! Диего! Лита! Я ног не чувствую. Чёрт! Лита, это моя вина. Мобильник. Да забей на него. Мобильник. Это тот самый пляж. Судьба, мать её. Что? Они здесь. Клара. Либертад. Хулио. Чёрт. Хулио. Все тут. Возьми мой мобильник. Следуй за знаками. Как в детстве. Хватит, Лита. Я приведу помощь. Нет! Вот, отдай Кларе. Она поможет. Тебе всегда везёт. Пойми, наконец. Тебе всегда везёт, Даня. И сейчас повезло. А сь, ян, Толита. А сь, ян, Толита. Глубоко, конечно. Как я понял, он хотел просто сбежать в Америку. А вот эта девушка, как я понял, это его сестра, наверное, да? Или кто она? Она. Ну, или просто подруга, да? Она хотела... Сколько же трупов. Да. Хотела присоединиться к местным повстанцам. Я знаете, что сделаю? Чуть-чуть буквально. Мы понизим настройки, потому что я замечаю, иногда чуть-чуть подлагивает. Чуть-чуть оно подлагивает. Давайте поставим среднее. Тем не менее, мы, знаете, что сделаем? Окружение. Давайте попробуем среднее. Может, оно будет, как бы, и ништячок. Оно будет очень даже, может, и ништячок. Сглаживание, объёмный туман, ландшафт. Посмотрим, как оно будет. Я не знаю, оно меняется прямо на лету или нет. Наверное, меняется. Но посмотрим. Будет лагать, там уже будем разбираться. Пока плюс-минус вроде оно и так хорошо. Итак, ага. Вот. Не в обойме, а в магазине, дорогой мой. Ну ладно, не важно. Нам патрон надо найти. Патрон надо найти первым делом. Правильно, друзья? Да. Нагив случается, он говорит. Ну, что-то в этом роде. Итак. Понятно. Ну, очень печально, конечно. Очень-очень нехорошо с этими людьми получилось. Я пока не вижу ничего такого примечательного. О! Ха-ха! Чё, пацаны? Белая акула, да? Красавчики, молодцы. Вперёд, фармить пошли, пацаны. Итак, чё нам надо? Нам надо врубить. А, ты смотри-ка. Я включаю, типа, метки. Где оно, чтобы показывало? Ничего не показывает. Соответственно, найти с помощью фото на телефоне Литы. А, фото, 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 то, 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 то. Чего? Не надо так делать. Как он до сих пор работает? Ага. Наверное, знаки это код, о котором... Понятно. Вот оно. Я понял. В общем, нам надо идти между скал. Тут прямо указано, видите? Надо пройти мимо скал. Хорошо? Мы, пожалуй, именно так и сделаем с вами. Как же синий цвет приведёт меня к Либертад? Да. Чёрт! Кто стреляет? Вот это дела. Вот это дела. Вот это я понимаю. Ну, как бы, да, ты, наверное, пути. Будем надеяться, что... Ага. Чувак, ты сказал мачете. У тебя мачете при себе есть? Тут написано, будешь, типа, по трассе и... Здесь просто жесть. Все уже отправлены на поиски террористов. Командант Иросарио, нет дела до всякой лжи иранской мелочи. А какие пока распоряжения для меня? Искать Клару Гарсию и Хуана Кортеса. Кончим их, победим Либертад. Всё. Конец связи. Баю-баю. Клару разыскиваю не только я. Да. Эх, чувак, чувак. Всё, всё, всё. Ногилчик пошёл. Вот успехи. Мне уже нравится. Это совсем другое дело, друзья. Что это? Что это? Может пригодиться. Штаны с боеприпасами. Ноги. Офигеть. Идея-то у нас интересная. Ресурсы, предметы. На обмен. Ага, ага. Логистика нет. Это мне... Не понял пока. Ладно, потом разберёмся. Снаряжение, неснаряжение, все дела. А я не понял. Это такие у нас тут крутые солдаты. Всё патрулируют. У них кроме ПМа ничего нет, что ли, при себе? Ну ладно. Ааа, вон оно как. Всё, понял. Снаряга у меня. Снаряга имеется. Вот это мы, конечно, с боеприпасами ставим. Да мы молодцы, ребята. Мы, мы... Обратите внимание. Мы прям сходу начинаем нагибать. Чувствуете, да? Дум, Дум как бы... Я слишком сильно бомбил. Я решил, что как бы... Это не самый лучший контент. Я не хочу такой контент на канале держать. С лодку свалить нахер из Яры. Да. Всё просто. Теперь я... О, чёрт. Да, теперь не получится у тебя свалить с Яры, братан. Ух ты, блин. Ух ты, сучка. Вот так тебе. Всё? Это так быстро, что ли? То есть его даже обыскивать не надо там, типа, взял, ножом, разрезал. Нет? Круто, круто. Это мне нравится. Упростили, улучшили. Так, кстати. Упростили, улучшили, как бы балабойство, это замечательно. Но здесь не показано, в какую именно сторону идти. Потому что мы уже прошли. А, нет, мы ещё не прошли. Да, мы не прошли. Мы не... О, подожди. Охота. Охота намечается, друзья. Настоящая охота. Там у нас не пройти. Ворота закрыты. А здесь у нас можно немного поохот... О, какие места тут штуки. Может, хабарчик будет какой-то. Как вы считаете? Ага. Вот. Да. Взять запчасти. Всего я взял. А, вот они, либертат, эти ребята нормальные. Кстати, тут бинокль, но я его почему-то взять не могу. Так, ничего примечательного здесь я не вижу. Ну, на первый взгляд, ничего такого примечательного нет. Пойдём поохотимся. Вот. Я знаю, как бы это не вовремя, но... Ха-ха-ха-ха-ха. Навык Аима выше среднего. Сами знаете. ЧСВ растёт прямо на глазах. Так, птичка. О, о, поросёночек где-то. Ха-ха, жирненький. Ты сиди там, сиди. Я к тебе скоро приду. Куда птичка упала? Ребят, у нас квест появился. Мы птичку не можем найти вообще никак. Вот она. Всё, хорошо. Мясо стервятника. Забрал. Блин, где-то было здесь помечено место для охоты. О, ты смотри-ка. Хорошо. Нифига себе, вот бы ПМ так в жизни стрелял. Машинка на самом деле в жизни не особо косая. Мне приходилось просто не раз пользоваться ей. Ну, естественно, только по мишенькам. Но такое себе. Вообще, я её так и не понял, честно. Не моё. Так. Я, в принципе, человек мирный, поэтому это не моё, да. Наверное, поэтому. Итак, что мы имеем. Я говорю, и так, и так. Я мастер тавтологии, как бы повторения, мать учения. В общем, больше никакой свинки я не нашёл. Во. Мы с вами, друзья, пристрелили двух птичек. Вот, местных. Забрали перья. Пристрелили одного кабанчика. Ну, кабанчика мы так и так бы встретили. И мы идём дальше. Мы идём к Альбертат. Природа красивая. Согласен. И, кстати, не лагает. Наверное, всё-таки настройки понизились на средние. Ну, на самом деле, я не вижу разницы с тем, что было. Ну, всё равно очень классно смотрится. Единственный момент есть. Один. Интересный. Знаете, что надо? Надо игровой процесс. Я бы хотел включить-выключить покачивание прицела. Помощь прицеливания не надо. Что у нас здесь? Автоуправление, автоматические за руль. Много совместная игра. Тут же есть у нас такой момент в управлении, друзья. Мышь-клавиантура. Что пешком, вот. Я хочу, чтобы я стрелял когда. Чтобы у меня стрелял, говорит. Да, чтобы я бегал. Просто нажал кнопку, и он бежит. Вот. Понимаете? Мне так надо. Движение. Бег, задержка, дышкание. Вот. Выстрелить. Нет такого. Или мне постоянно надо кнопку бежать, чтобы он бежал. Держать кнопку. Если это так, то как бы, ну, не идеально, конечно. Да. Ускорение мыши не надо. Тип прицела не надо. Это взаимодействие вертикальное, горизонтальное, разблокировать. Что-то я такого не вижу. Наверное, где-то это есть. Вот. Но я такого не вижу. Игровой процесс, мышь-клавиантура, интерфейс, шрифт положения прицела, заполнение, элементы, прицел. Нет, это уже интерфейс чисто пошел. Ладно, потом я разберусь, если что. Ничего страшного. Мы продолжаем. Мы с вами продолжаем. Скоро мясорубочка будет, да? Да, что-то повстанцы под таким ударом, блин, их тут истребляют прям. Как-то они палятся по полной. Давненько я не пользовался кошкой. Ну, давай. Давненько я не пользовался. Но, как я понял, наш парняк, это он весьма такой, да? Он подготовленный все равно. Подготовленный, молодецко. Как-то это... Короче, просто надо вперед нажимать, правильно? Прыжок. Не понял. А-а-а! Это, блин, делается на мышке. Все, я понял теперь. Я смотрю подсказки, я думаю, ну, вперед нажимать. Нет, так кажется, на мышке делать. Да. Какие гости? Никаких гостей, все нормально будет. Ты же не выстреляешь мне в затылок. Я Дани. Мы слитые друзья. Силенсио. Выжил только ты? Отвечай. Отвечай. Выжил только ты один? Си. Повезло. Лита знала, на что шла. Это все, что ты скажешь? Ты здесь. Это главное. Нет, погоди, Эрмана. Я хочу свалить из Яры. Но ты в моем лагере. Я пережду здесь. Пару дней. Либертат не приют, Эрмана. Лита сказала, ты поможешь. А мне сказала, ты не струсишь. Камомьерда! Ты ведь сирота, Си? Порой друзья могут стать ближе семьи. Помни, Дани. Твои родители мертвы из-за Кастилья. Почему хочешь бежать? На моих глазах он приказал убить кучу наших людей. Лучше держитесь подальше от этого психа. Мой вам совет. Когда тирания узаконена, порядок в революции. Цитата Боливара не спасет. Это Педро Альбису. Хочешь спасти Яро умными словами? У меня есть цели. Свободные выборы, свобода самовыражения, свобода изгоев, свобода Яры от Кастилья. Всё просто. Ну да. У Кастилья всего 300 тысяч солдат. У тебя шесть потрёпанных вояк и ещё пуля в ноге. Сомневаешься во мне? А зря. Сомневаешься во мне? Пока плантацию Вивира не поглотит яркое пламя. Но мы повстанцы. И знаем здесь каждый камень. Некоторые наши ходы ты уже видел. Они появились в 67 благодаря легендам. И опутывают всю Яру словно паутина. Теперь их используем мы. Они помогают нам устраивать засады на Сольдадос и уходить от погони. Там есть тайники, которые могут спасти тебе жизнь. А эта карта верна? Она ведь жутко старая. Их печатали для туристов. Да, она не новая, но тут есть все регионы, населённые пункты и достопримечательности Яры. Ты разберёшься. Я попрошу местных об ответной услуге, чтобы достать нам лодку. А ты найди мне Хуана Кортеса. Кого? Того, кто даст каждому повстанцу силу тысячи. Ты же знаешь, я не повстанец. А Лити сказал тоже. Я выделю тебе еду, койку и даже лодку, поплывёшь к своим янке. Но взамен придётся стрелять и лить кровь. Будешь стрелять, раз можешь. Устраивайся и скажи, как будешь готов платить. Хуан Кортес значит, да? Винтовка. Фал. Ну ладно, нормально. Винтовка так винтовка. Теперь вам доступна карта. Используйте тап, чтобы открыть. Хорошо. Понял, понял вас. Хуан такой один. Пусть Хуан и не уравновешенный алкаш, без него нам не справиться. Он сейчас в рыбацкой деревне. Дани, убеди Хуана вновь помочь в революции. Угу, я понял. Это Клара нам говорит. Хорошо. А ты чё? Ты тоже Хуан? Фига себе, блин. Ооо, прям ты. Что ты будешь делать? Сигара-то модная какая. Во, я всё забираю. Я думаю, никто не против. Великолепно, я чувствую себя. Замечательно теперь. Да. Чё ты хочешь? Мы с Хуаном Кортесом привели бойцов на этот архипелаг. Хуан помог мне создать либертат из ничего. Кортес был шпионом ещё до прихода Кастильо к власти. Он может собрать ракету из формочки для льда. Прежде работал на Эспиносу и КГБ, а позже ради развлечений на ЦРУ и Моссад. Хуан мой учитель. А ещё конченый псих и пьяница. Когда всё пошло наперекосяк, он щёл это личным поражением и ушёл из лагеря. Сальдадо с Кастильо мечтает стапать двойного агента. Кортес для них лакомый кусочек. Хуан нужен либертат Дани. С нами он и говорить бы не стал, но ты новенький. И чё? Он собрал для нас несколько гарнитур. Возьми одну. Поищи Кортеса в деревне. Первым делом загляни в бар. Сходи в деревню и приведи ко мне Кортеса. Не, я это всё... Обязательно. Я только одного не понял. Нифига он дядька, короче, смотри. На АКГБ поработал, на ЦРУ поработал, на МОСАД поработал. Вообще красава. В общем, не потерялся в жизни. Молодец, молодец. Сука. Красава, мужик, я тебе говорю. Просто такой... Это чё? Футболка беглеца. Пипец за стоинство. Ну и чё? А чё мне с этой футболки-то? Не, я чё-то там нашёл же. У нас чё-то было, друзья. Чё-то было. Так, ботинки. Ладно, в принципе, потом мы с этими ботинками со всеми разберёмся. Одиночными будем стрелять? О, нифига себе, тут автомат по три и по одному. Давай по одному будем стрелять. Мышские луяки с вами. Правильно. Мы же хэдшоты раздаём. Чё, звук? Не, показалось. Всё нормально. Так, чё нам надо? Нам надо с вами буквально тут чуть-чуть пробежаться. О, подожди, а это что такое? Убрать оружие. Да, убери оружие. Как связь? Ты меня слышишь? Приём. Ну, да. Слышу. Ваша шпионская фигня работает. Бьен, если не хочешь неприятностей, держи оружие в когуре. Особенно, когда вокруг сальдадос. Псы, я учту. Иногда лучше не лезть в драку. Суэрте. Я полностью с вами согласен. Да, я... Это я уже это... Фух, только так. Ага. А-а-а-а. А-а-а. Ну, я понял. Всё, ладно. Есть один момент. Я не очень понимаю. Ладно, у нашего товарища есть при себе Макаров. Как он с ФН Фалом, как бы, ну, так ходит мимо. Типа, да это так, знаете, бля. Я этим картошку копаю, что ли? И этим сальдадос пофиг. Не, хотя с другой стороны, я понял, это где-то Латинская Америка. Ну, типа, там, закос под кубу, скорее всего, намёки такие. Это... Чё у нас получается? Ну, да, ну, нормально. Тут, наверное, все ходят. Знаешь, у каждого пушка. Каждый покупает пушку, идёт в магазин. Две пушки. Для себя и для мамы. Чтоб всегда дома было, правильно? Душевно. Хорошие места. Сразу говорю, сальдадос, если вы здесь окажетесь... А-а-а... Пьёт в баре? Да. Какие документы? Идите в жопу. Клара сказала, что он, скорее всего, пьёт в баре. Да? Бар рядом. Ну, мне кажется, его тут не будет. Да ладно, серьёзно? То есть, ему настолько пофиг на всё? Оставь бутылку. Зачем бегать? Да надо. Да, Гуапо. Правило 16. Революция не заканчивается. Всегда найдётся новая война и бар. С уродливым барменом. Хуан Кортес? И что же меня выдало, Гуапо? Тут тебе не зоопарка, Буэлла. Клара меня прислала. Нормально так. Си, я в ней никогда не сомневался. И ты не будешь. Я тебя знаю. Это вряд ли. Да, точно знаю. Я будто в зеркало гляжу. Да о чём ты говоришь? О твоём взгляде ты убедишь себя в том, что всё не напрасно. А потом поймёшь, что подсел, как Хуан Кортес. Вижу, я зря трачу время. Умеешь свистеть? Что? Нет, не умеешь. Коньо! Калапинга! Вот ведь крыса. За твой труп дадут больше. Ага, это он злал, да, сука? Злупенец. Ха-ха-ха. Это шо, бэби, you got unda. Красава. А я испортил хороший. Ай, крокодильчик хороший. Кажется, мы здесь как-то загостились. Нифига, у него калаш, короче. Так, ну, это ясно. Хэдшот. Дабл килл. Мультикил. Да, сука, мозголом не получился. Всё, ну, не важно. Такой, мозголом на задержке. Доехали не все, сука. Ха-ха. Так. Да, всё нормально. Да. Конечно, вали. О, да-то мне нравятся. Механики знакомые. Хэдшоты пошли. Пьян, но не до такой степени. Я с тобой, старик. Да? Ну, давай. Веди, веди. Хуани тут, сука. Мы их на Хуан послали. Хуан, мы их послали всех на Хуан. Видел, как бы оно получается? Боизапас полон. Нести тело. А куда это тело бесполезное нести? Гуапа, сука. Жрать хочешь? На. Кушай. Хорошо прям душевно. Слышишь, мужик. У нас машина есть. Ладно, я думаю, им пофигу. Хуан, ну что ты начинаешь? Гуапа хочет с тобой подружиться. Или ему просто нужно погадить? Да? Есть лишь один способ выяснить. Это как? А-а-а. Гуапа, амиго. Ха-ха-ха. Иди, мой сладкий, иди сюда. Иди сюда, мой хороший. Как? Пидрила. Извиняюсь, осуждаю. Давай, давай. Погладил, погладил моего сладенького. Давай, пошли. Все, пойдем со мной. Хуан говорит. Видно, что не впервые пушку держишь. Как тебя зовут? Дани. Клара сказала, что ты прям легенда. Работал в КГБ. Конья. Гуапа, к ноге. Вот, к ноге. Сюда, иди. Иди сюда. Чего ты вообще, Хуан, говори? Дани. Да. Клара сказала, что ты прям легенда. Работал в КГБ, ЦРУ. Ха-ха-ха. Меня во всем мире хотят сильнее, чем любую порнозвезду. Да? Кто-то разбивает яйца, чтобы сделать яичницу себе на завтрак. А Хуан Кортес разбивает страны. Порой на завтрак. Подожди. Новый план, Дани. Вамос. По плану, мы должны были вернуться в лагерь Клары. Так куда мы идем? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Короче. В моей юности, когда я в институте учился, улица Арбат, Москва. Вот. Я там одно время с панками зависал. По вечерам. И был дядька, но вот этого Хуана Кортеса похож. Тоже такой в возрасте. Под панка косил. Ну, типа, я там панк старой закалки, все дела там. Советского Союза еще панкует. Не знаю. Короче, он был алкаш обычный. Все с панками молодыми терся. Типа, давайте выпьем туда-сюда. А я там тоже рядом как бы панком себя не считал. Но, ребят, нормально. Мы с ним тоже выпивали там. Был такой. Кайф. Пример не стоит брать. Короче, он тоже рассказывал, что он чуть ли там не странно ломает на завтраке. А потом такая ситуация получилась. Ночь. Арбат. А это нулевые годы. И тогда скинов было просто немерено. Бритоголовых в бомберах. В гриндерах. И вот они, короче, идут. Мы с панками люлей получаем. Ахуана Кордеза, сука, след простыл. Я тебе отвечаю. Да, так оно и было. Пошли. Беду. Это значит, на наблюдательную вышку доставили груз с редчайшими материалами. Да, да, да. Было такое. И ты его заберешь. Теперь ты хочешь, чтобы я воровал? Порох и клей Супремо. Да. Это как сервеса и что-нибудь покрепче следом. Я тебя научу делать всякие штуки для оружия. Потому что это круто. И по правилу 9 используй подходящие средства. Ты пойдешь со мной? Зачем? У тебя есть гуапо. Он там всех порвет. Но если хочешь по-тихому, не бери его. Этот красавчик любит пошуметь. Хотя бы ты со мной, гуапо. Да вам все нормально. Какие гуапо, сука? С оружием я или нет, военные меня пристрелят. Пристрелят? Кого они, сука, пристрелят? Они ж придурки, блин. Пристрелят они? Никакие не гуапо, сука. Сосамбо, винегрет, все. Гуапо какие-то. Все нормально, что вы переживаете? Пока нет таких противников, которые могли бы мне составить хоть какие-то проблемы. Гуапо классный, он мне нравится, слышишь? Он вообще... Специальное обращение президента Яры Антона Костининга. Давай. Думаю, это пригодится. Есть те, кто хочет погрузить Яру в хаос. Да. Мы очистим наш ранен от лжей и раненцев. Да, так-то лучше. Так, а где ты вещаешь? Как бы ты вроде и прикольный, но ты меня напрягаешь, я бы тебе на самом деле приемник-то подстрелил. Оно вроде и ничего, но как-то не идеально. Ты что, сука, ты меня напрягать реально решил? Какие Костининга? Никакие не Костининга, сука, Саса. Во! Блин, ну вот сталкеры и то сбиваются. Тут нифига. Досадно. Блин. Я понял. Да нет, твой сын Диего, в отличие от тебя, он как бы не конч, и ему это не надо. Да. О, мы прозорлились. О, аэрдроп нормальный. Мы ради него же, собственно говоря, сюда пришли. Да, потихонечку открывается. Во! Хорошо. Я нашел твой хлам, Хуант. Отлично, Дани, а теперь шевелись, нам нужно вернуться в лагерь Клары. Я о том и толкую. Клей какой-то. Что, клей будем нюхать? Не надо клей нюхать, зачем? Это гадость, это плохо заканчивается. Это очень нехорошо. Ладно, этого должно хватить. Пора сваливать отсюда. Ну давай, все. Зачем тебе весь этот хлам? Ты хочешь что-то сконструировать? Потерпи, Дани. Правило восьмое. Повстанцы должны уметь ждать не хуже пауков и серийных убийц. Так как же тебя занесло в эту богом забытую дыру? Пытался уплыть с беженцами, но без толку. Да, да. А я прилетел сюда на вертолете во время вторжения на Сантуарио. Но нас сбили. Я не о том. Просто расскажи о себе. Жил в приюте в Асперансе, потом служил в армии. Я не повстанец, а просто помогаю Кларе, чтобы она вытащила меня с острова. Правило двадцатое. Уж если стал повстанцем, то на всю жизнь. Да ладно тебе. Поздно жалеть. Сделанного уже не воротишь. Поезд давным-давно ушел. Других вариантов у тебя нет. Можно уплыть в Америку. Хе-хе-хе. Ну да. Думаешь, в Америке нужны яранцы? Американская мечта лишь для американцев. А ты не сдаешься, да? Нет. Гуапа не любит слабаков. Коня, если вы двое так близки, что он таскается за мной? Гуапа ходит с теми, кто в нем нуждается. Как собаки для терапии в этой твоей Америке. Гуапа можно доверить жизнь. Да. Пока точно не мою. Посмотрим. Ты сказал, твой вертолет подбили. А починить его можно? Чтобы я отвез тебя к Янке? Нет, я... Пока он не летает. Но это временно. Понятно. Потерпи, Даня. Сейчас Хуан Кортес тебе покажет, как сделать что-то из ничего. Я уже говорил, что есть и девятое правило. Вот только что. Запомни, для любой работы нужен подходящий инструмент. Так. Я понял. Мне все ясно. Сколько там осталось? Легенда вернулась. Легенде нужно отлить, хефа. Кто она? Журналистка, посмевшая назвать Антона фашистом. Теперь она изгои, рабыни на службе его рая. И таких много, Дани. Жестко. Правило 11. Для повстанца, для сольвита, это непросто. Поживать любой ценой. Мы должны сеять хаос с любимыми средствами. Пора научить тебя ресольвить, Дани. В шесть лет я поставил на велик мотор отцепной пилы. С этой блокадой каждый день приходится что-то ресольвить. А я не о том. Для повстанца ресольвить — это непросто выживать. Мы должны сеять хаос любыми средствами. Продолжай. Верстак — лучшее оружие повстанца. Давай, Дани, осваивайся. Хорошо, сейчас освоимся. Не переживайте. Сейчас все освоимся. Вообще по этому поводу я не думаю, что стоит... Вообще стоит, сука, да. Просто не стоит, и все. И все будет хорошо. Так. Там-да-дам-там-дам-дам-дам-дам. Что же мы имеем? Мы что-то имеем. А что мы имеем, я не знаю. Почему я не знаю? Потому что я вдруг кое-что понял. Да. Ну? Где оно? Вот. Отлично. Вот. Вот это хорошо. Вот это я понимаю. Вот это мне нравится. Я так что понял, что... Как бы я ж молодец. Я ж ссылку для нанатов не разместил нигде абсолютно. В принципе, это, конечно, не самое главное. Но такие мало ли, сами понимаете. Вдруг кто-то захочет. Поэтому надо ее тоже закинуть. Я ж все перенастраивал. Вот. Вот так это по уму делается. Ничего не настроено. Все как бы заново. Оно настраивалось после прошлого. А теперь оно вот так. Все. Все готово. Все сделано. Все по-человечески. Все нормально. Мы продолжаем. Мы продолжаем с вами, друзья. Итак. Теперь, как я понял. Используй так, чтобы сделать... А, я не понял. Рисабетское оружие, чем оно отличается? Ага. Рисабет, но твоя винтовка слишком простая. И чё? И как? Правило девять. Используй подходящие средства. В нашем случае порох и лом. Ну, ладно. Согласен. Поменять. И тогда по ночам я спрашиваю себя. Хуан, как можно убивать... Отлично, Дани. Теперь враги будут лопаться, как спелый арбуз. Так, давай другое оружие. Скажем, твоя цель не забыла надеть шлем и жилет. Пули летят прямо и пробивают кем... Класс. Это твой запас высокоскоростных военных преступлений. Покажи модификации. Сделаем тебе первый глушитель. А детали-то есть у тебя на модификации? Видишь, как просто? Да. Теперь ты сможешь тихонько стрелять в башку, как настоящий засранец. Верстак твой друг, Дани. Хорошо. Хорошо. Друг с привилегиями. Процесс прям вставляет. На этом верстаке ты создашь новую Яру. Название такое классное. Яра. Солидно. Операция решена. Хуан такой один. Согласен. Ресольверское оружие и сбор утюля. Охот, чтобы менять добычу на компоненты. Во! Сережа Хан. Привет, Сурен. Запись стрима будет? Будет, да. Может быть, даже не по ссылке. Я так открыто оставлю. Если стримить недолго, то, в принципе, их можно оставлять. Потому что сейчас Ютуб сделал, что стримы это другой контент. Типа они не мешают видосам. Посмотрим. Давай. Давай. У меня на тебя большие планы. Но сначала принеси мне кое-что. Что? И что же мне нужно принести, Хуан? Спросишь ты. Да, молодец. Держу лишь одно. Не надо с этим говорить. Есть его. Или пихать в штаны. Но Хуан, спросишь ты, где мне это искать? Да. Отправляйся к радиовышке. Оттуда на север. Хорошо. Тропа приведет тебя к заброшенному лагерю на восточной стороне острова. Ага. Могу отметить на карте. Там моя связная все объяснит. И еще. Если все сделаешь, подарю тебе кое-что за то, что вытащил меня со дна бутылки. Подарок от друга за спасение его жизни. Не то, чтобы ты спас мне жизнь, но... Короче, давай, двигай уже. Умереть рано из-за урана. Ха-ха-ха-ха. Да. Кое-что надо украсть, да? Ну, ладно. Давай. Не труднее, чем выкурить сигару в воскресенье. Это согласен, да. Это дело хорошее. Хотя сигары, они слишком крепкие. Они ядреные. Тебе здесь не место. В смысле? Ты что за наезды-то вообще? Понимаешь, да? Брокс. Доброй ночи, Рокука. Не забудь футболку с боеприпасами, которые ты взял. Одежда и другие дают бонусы. Да, я понял, понял. Спасибо огромное, Брокс. Понял, понял. Я просто забыл. Ты писал. По-моему, там писал еще, да? И тут писал. Литая. Получено. Скрытые истории. Соберите коллекцию скрытых историй. А, я понял. Тут еще скрытые истории есть. Это прикольно. Но, что нам надо? Нам надо по-любому с вами зайти в арсенал. Вот. Надо футболочку. Вот она футболочка. С боеприпасами. Все, я понял. Ха. Легко. Изи шпизи на гибизи. Это получается более километра нам на восток бегать, да? Умереть рано из-за урана. Я понял, это хорошо. Армония. Поселение. Здесь мы не были в НСЕХО. Ранг 4. Я не знаю, какого я ранга и как это вообще работает. Злодей. Привет. Спасибо за стрим. Злодей. Большое тебе спасибо за соточку. Спасибо вообще, друзья, за то, что вы сегодня все здесь. Я надеюсь, вам понравится. Стримить планирую часто. Вообще, планирую теперь не только видео делать, но и стримить. Вот. Почему? Потому что я понял, что, ну, проблемно. В том числе, хочется и в что-то другое поиграть. Не только Сталкер. Не только Варфейс. Вот. Оно немножко не формат. Но на стримах самое то. Понимаете? Оно самое то. Плюс дополнительный контент. Даже с точки зрения просто развития канала. Чем больше контента, тем, по идее, лучше. Поэтому, там, через день как-то. Иногда каждый день. Буквально часа 2-3 постримить. 2-2 с половиной. И будет самое то, я считаю. Правильно? Будет хорошо. Вот. Надеюсь, вы будете получать от этого достаточное удовольствие. Так. Здесь у нас что? Боеприпасы. А. Боезапасы у нас все равно полон. Интересное место я, конечно, обнаружил здесь. Но, я полагаю, здесь ничего такого как бы нет, да? Ну, да. А где наш крокодил-то любимый? Он как раз у нас водоплаивающий. Он не с нами, что ли, пошел? Что-то я не знаю. Он такой тоже шпион. Он куда-то исчезает, где-то бегает, что-то делает. Ха. Красава. Красава. Не, очень потешный крокодильчик. Мне он нравится. Очень классный. Far Cry. Евгений Пепишет. Моя любимая игра. Неплохая. Она такая прикольная, расслабляющая. Стас. MC Sonic. Доброго вечера и классного стримчанского. Сочного нагиба, братуха. Спасибо огромное, дорогой. Спасибо тебе, Стас. Ага. Так. Ну, это нормальные люди. Так, а что я бегаю-то вообще? Вот так уберем. Пока нет нужды, я думаю, не стоит бегать. Не знаю, напрягать людей. Зачем это? Интересно, а он как-то нормальный вообще? Слушай, деньги не главные. В плане не агрессивный? Иди, дорогой. Да нет, нормальные люди обычные. Сталкер. Дорогой, ну здорово. Ты будешь проходить игру Ведьмы из Блэр? Не знаю, как ты не планировал, никогда не думал. Хотя у меня дожди есть, она, по-моему, где-то. Эх ты, сука. Ты не пугай так? Что за бешенство такое? Лошади реально бешеные, смотрите. Денеги не главные. Понимаешь, да? Иди, дорогой. Когда будет сталкер? Сталкер будет, братиш, будет, но чуть попозже. Надо Warfacitu позаписывать. Сейчас новиночки пойдут, туда-сюда, пятое-десятое. В общем, всякое разное надо, надо-надо, контент нужен. Вот. А потом будет сталкер. Пока немножко мы отдыхаем от него, пока у нас... Я же говорю, да это тут законно, сука. Тут просто с пушкой ходишь. Я? Просто хожу, как и ты. Обрати внимание, я-то пушку, кстати, не вижу в руках. Денеги не главные, понимаешь, да? Твой старый подписчик. Спасибо за твои видео, смотрю тебя с 14-го. Помню старые ролики. И теперь Far Cry. Наслажайся, братуха, я надеюсь, тебе понравится. Нестабильные. Привет, рачишка. Спасибо за контент. Давай сталкер почаще. Денеги не главные, понимаешь, да? Иди, дорогой. Да? Я такой прямо громкий, а и все так тихо. Хорошо. Хорошо будет. Что сейчас сделаем? Что вы переживаете? Мы, наверное, вот так даже сделаем, да? Вот. А оно будет вот так. Вот. И будет вообще замечательно. Сталкер почаще. Спасибо большое. Спасибо, друзья. Вот. И старому подписчику, нестабильному, анонимному, сталкеру, Стасу, злодею, Броксу. Ай, короче. Что-то это приступ косости, отвечаю. С М-14 я вообще никуда не попал. С этого пальца в жопу попал. Представщик нужен нормальный какой-нибудь. Тут, конечно, какая-нибудь двушка там, более-менее оптика. Здесь, ну, в принципе, тут можно без коллиматора, а тут так ничего. Ладно, потом у меня пушки будут крутые, я уверен. Мы там разберемся. Это нормальный человек поехал? Ладно, не будем на всякий случай стрелять. Дмитрий Секрет. Здорово. Дракутагин, мое приветствие. Всем нам добра и мира. Хорошего стрима. Полностью с тобой солидарен. Мира, добра, покоя, развития. Понимаешь, да? Вот этим надо заниматься. Иди, дорогой. Вот, и я всем этого желаю. Всем жителям нашей планеты. И мы идем на помощь гражданам всей планеты, потому что мы занимаемся полезным делом. Мы стримимим Far Cry. Вот так надо жить. Да. Симон. Привет, Мортит. Давно я не попадал на твой стрим. Хорошего настроения. Счастья тебе и твоим близким. Спасибо, родной. Тебе того же самого. Слушай, деньги не главное. Понимаешь, да? Фига, вы, блин, расчедрились. Я чувствую себя олигархом. Слышишь, меценаты подъехали. Злодей. Разбавление контента, это круто. Классно будет, если много будет новых игр. Эээээ... О! Здорово! Ашот поехал! Ашот поехал! Братишка все еще таксует. Молодец! Ашотик. Красава. Так. Ну... Женщина. Я, пох... А я, как бы, да. В атаку! Это не я. Это не я, не я. Не надо тут мне этот самый... Рассказывать, что я жестокий. Нет. Да ладно, я просто хотел посмотреть механику. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Давай! Да блин, какое ты погонял, гуапо. Дилдо будешь. Во, дилдо, пойдем со мной. Ха-ха-ха-ха! Дилдо, иди сюда, сука. Классно, он реально дилдо такой, бля. А-а-а, дилдосик. Пойдем, мой хороший. Ну, я, наверное, как идиот сейчас смотрюсь. Ну, ладно, ничего. Просто мне весело. По тирании. Из-за КПП народ не может спокойно ездить по Яре. Попробуешь сразу порвешь шины о шипы. Ну, если у тебя не лошадь. Си, в асперанции я на это насмотрелся. Да. Зачищай КПП, уничтожай билборды, и Либертад восстанет из пепла. Серьезно? Ну, давай. Да ладно, они еще как бы не совсем нагнулись, что им восставать из пепла. Бабенка это есть. Слушай, деньги у него. Ну, какая нормальная. Понимаешь, да? Все срастется. Максим Турнов. Красава, Мартис. Стрим почаще. Здоровья тебе и всем твоим родным. Да, только надо выбирать такие игры, которые, с одной стороны, меня не бомбит. Вот. С другой стороны, игра должна быть не слишком активная, но не слишком пассивная. Она должна быть интересная. По-моему, Far Cry пока идеально подходит. Там посмотрим, конечно. Так, это злодеи? Вы плохие? Мужики, ну. Просто не надо. Да. КПП, КПП. Слушай, деньги не главное. Понимаешь, да? Иди, дорогой. Именно так. Так вот оно и бывает порой. Так. Отключить сигнализацию. Давай. Сталкер. Рокутагин, а где Кэп? И как у него дела? Привет ему, передай. Кэп вам веселее. Он тебя любит подкалывать. Да, но у него нет времени, чтобы на стримах. Он и так очень много времени уделяет всему этому. Это не так просто, друзья. Он раньше присутствовал, когда только-только, такой там, год 16, я начинал стримить. Он приходил, как бы, в гости, все. Человек, своя работа, своя жизнь. Чего? Вот мы и так немного времени проводим. Как закадычные друзья, практически. Хотя он черт. Ну, ладно. Черт и черт. Знаешь, как говорится. Насильно черт не будешь. Вы в запретной зоне. Занять неподалеку. Объект военных. Вот этот, что ли? Хорошо, пойдем. Ну, я понял. Запретная зона, это, типа, если меня здесь увидят, будет сразу нападать. Это военная запретная зона. Гражданским, вообще, посторонним лицам сюда вход воспрещен. Огонь открывается, наверное, на поражение, на поражение, без предупреждения. Это еще столько за голодранец бежит-то, слышь? Он такой угорный. Ты кто вообще? Вот это настоящий иранский питомец. А, это наши. Это наши. Да, серьезно. Привет. Ну, ладно. Это все наши. Да. Серьезно, это наши ребята. Кстати, что это такое там? Ладно, этим мы позже займемся. Нам надо занять. Я не понял, они уже провели атаку, что ли? Или нет? Нет, это не похоже на военных. Это люди просто... Лошадь. Ну, ладно, я не буду, конечно, воровать чужую лошадь, типа, ну. Это ж нормальные люди. У военных потом можно украсить, у этих не надо. Вот он, военный объект. Я, кстати, никакой охраны не вижу. Так охрану все-таки, наверное, разобрали, да, получается? Нет, охрана вот там. Она дальше, наверное, за забором, да. Хотя территория небольшая. Даже если тут есть охрана, я не думаю, что она многочисленная. Вряд ли, мне кажется. Вы что-нибудь видите? Я не вижу вообще никого. Наверное, никого и нет. Возможно, когда я приступлю к деятельности, кто-то прибудет. А может, никто не прибудет. Это, я полагаю, у нас вышка, да? Я нашел башню. Теперь ищи ход повстанцев. Он приведет к моему связному. Сы, выдвигаюсь. Слушай, деньги не главное, понимаешь, да? Симон, родишка, а как ты относишься к вселенной Far Cry? Какие части играл, либо проходил? По мне, третий шедевр. Я тебе скажу, брат, единственный Far Cry, который я не проходил, я прохожу сейчас. Я начинал с первого Far Cry, я играл второй. Кстати, мне очень нравилось. Там очень классный фриплей в Африке, обалденный. Третий, четвертый, пятый. New Dawn. Как он еще называется, я не помню, VHS-стиле таком, киберпанковом. Тоже мы проходили. Blood Dragon. Я, получается, наверное, все проходил в Far Cry. Ну, классная, да. Она такая, знаете, не под классический летсплей, потому что, ну... Она классная, но немножко такая несерьезная какая-то. А вот под стримы просто идеально, просто. Ах ты, сука, не падай. Родненький. Нестабильный. Тришка, почему в MV2? Так, блин, MV2 немножко другая тема, понимаешь? Она немножко не для этого. Вот. Я, честно говоря, не очень хочу шибко в сетевухе вообще играть. Потому что мне нравится заходить в Warface, а больше... Мне нравится именно заходить, когда что-то новенькое есть. Или какие-то прикольные видосики снимать, там, на большое количество фрагов. Мне просто нравится этим заниматься, там, играть на паблике, там, 8 на 8. Я от этого кайф ловлю, реально ловлю, мне нравится. Но еще один шутер брать сетевой, нет, я не согласен. Я вот буду лучше стримить, там, сталкер снимать. Это слишком тяжело за двумя шутунами следить. Тем более, мне ничего так долго не нравится. Как ни странно, кроме Warface, да. Так. Как бороться за свободу, работая на армию? Чтобы помочь делу Либертад, не обязательно размахивать синим флагом. Понимаешь, да? Злодей. Иди, дорогой. Спасибо. Спасибо большое. Да, Дима вообще красава, он молодец. Это, если честно, если я смотрю не себя, я ЧСВ, я себя обязательно смотрю. Я смотрю Диму. Вот, мне он как раз нравится, он красавчик. Спасибо большое. Злодей, будем стараться. Итак, чтобы помочь делу Либертад, не обязательно размахивать синим флагом. Вы снабжаете военных припасами, накормите их испорченными продуктами, чините их транспорт, позаботьтесь о том, чтобы утечки топлива никто так и не устранил. Доставляете, может быть, что-то на базу FND, а вы не торопитесь. Ремонтируете танк, сбите ему прицел. Сражаться за свободу не обязательно на поле боя. Не нужно кормить тиранию со своих рук. Положите, проложите себе путь к свободе. Слава Либертад, слава Кларе Гарсии. Ясно. Итак. Ну реально Куба, они тут все курят абсолютно. Просто поголовно. То сигары, то сигареты. Ну да, это закос под Кубу, я вам. Да. Давай. Меня зовут Райса, и сегодня я помогу тебе обокрасть Кастильо. Расскажешь, что именно я буду красть? Обедненный уран. Прости, мне показалось, ты сказала уран. Не показалось. Слушай, чтобы найти эту хрень для Хуана, я пожертвовала последними связями в армии. Ты служила? А кто не служил? Ладно, скажи мне, где искать. Сперва возьми парашют. Уж поверь, пригодится. Я отведу тебя в старый испанский форт. Там хранят то, что тебе нужно. Ну ты мать придумала. Подожди, какой парашют, сука? Я новичок, я ну битто. Запах вообще. Служить не начал. Какие парашюты? Я мобутянин, мне нельзя парашюты. Спасибо, родная. Нифига ты, блин, сколько принесла всего. Жена чая принесла. Чайник принесла. Всякие вкусняшки принесла. Кураган огибная. Я ем, не видишь, что ли? Ладно, пошли. Так, держись рядом. Призывник или доброволец? Призывник. Меня выбрали, пришлось отслужить. А ты? Да. Я вспомнил на эту тему поговорку солдатскую. Я с детства в армию мечтал носить шинели и каску. И вот теперь сюда попал. Ебал я эту сказку. Да. А чего он хочет? Во-первых, выжить. Слушай, деньги не главное. Понимаешь, да? Иди, дорогой. Во-вторых, за небольшую сумму он подкинет нам развед... Так, держись рядом. Во-первых, выжить. Так что держи оружие в кобуре или он начнет стрелять. Во-вторых, за небольшую сумму он подкинет нам разведданные. Ясно. Убрать пушку, достать песо. Подкуп двойных агентов. Некоторые солдаты двойные агенты F&D. И у них есть ценная информация. Угу. Германским песо. Угу. Хорошо. А, прикольно. Слышь, он там все выдаст нам, где что лежит. Хабарчик, красавчик. Сталкер. Рокутагин. С 20-го года не играй в Warface. Хотел вернуться. Как думаешь, стоит возвращаться? Братан. Сейчас реклама будет. Есть ссылка в описании. Ну, серьезно. Просто пройди по ней. Получишь, если 20-го года не играешь, там вполне ничего такое. Во всяком случае, по броне не сильно тебя обидит. Пушки там не самые, но пойдет тоже. Забери вот эти подарки и просто поиграй. День, недельку и ты сам определишься. Вот, это самый честный ответ. Знаешь, когда мне спрашивают, стоит, не стоит, ты попробуй. Потому что ты попробуешь, скажешь, фу, фу, не, не, никогда больше. Все, вопросов нет. А можешь попробовать, скажешь, блин, классно, я так по этому соскучился и будешь. Ну, да, приносить туда зарплату. Так оно и бывает. Но, братан, великая мудрость гласит. Деньги приходят и уходят. А Warface остается, понял? Так оно и бывает. Да. Я не могу вернуть плейлист с Думом, потому что Дума больше нет. Да. Дело не в шлаке. Дум не шлак, Русич. Дум не самая плохая игра. Она меня просто слишком сильно бесила, я слишком сильно бомбил. И такая, знаешь, люди приходят расслабиться, а мне стыдно, что я такое записал, поэтому мне просто стыдно было. Нет, и мне не понравился там сюжет, его подача. Не подходит эта Дума. Мне многие геймплейные моменты не нравятся, но я не буду говорить, что это плохая игра. Это все равно хорошая игра. Просто не для меня. Там, это самый красивый из Думов, которые я видел. Это вообще одна из самых красивых игр. Сделано графически просто. Вот. Просто не срослось. Вот и все. Забейте. С медиумом Евгений Русанов. Не знаю, как Костя подойдет. Я никого к себе не зову. На коллаборации, опять же, кроме как с Костяном, ни с кем не иду. Просто по старой дружбе с ним. В Warface захожу не так часто. И в основном захожу, когда обновы и новые пушки. И вот с ними поиграть. С некоторыми надо старыми. Вот просто для себя так вот. И я не задрочу сейчас. Вот. Как, если Костян позовет, ну я думаю, я ему не откажу. Чаще всего я этого не делаю. Во всяком случае, нахожу время и мы с удовольствием с ним снимаем. Я всегда за. И какой следующий мод будет на Сталкер? Я думаю, возвращение в зону. Не точно, но скорее всего. Итак, все, мы продолжаем. Надеюсь, у тебя найдутся песо. Да. Я тоже на это надеюсь. Не, никаких убийств, мачета. Мужик. Вот. Получить информацию за десятку. Давай. Есть что рассказать? Поверь вот это место. Там можно найти кое-какое оружие. Благодарю. Ага. Я не знаю, что вы с Райсой затеяли. И не хочу это видеть. У всех есть своя цена. Не все солдаты фанатики. Кто-то просто хочет прокормить семью. Только не забывай убирать оружие, когда подходишь к ним. А вдруг эта ловушка упадет и нас сдаст. Как нефиг делать. Такое часто бывает. Слушай, деньги не главное. Понимаешь, да? Иди, дорогой. Гетц подкидывает 5 евриков. Красава, браток. Спасибо. Данки. За то, что даришь нам уже несколько лет столь положительных эмоций. Я не очень по-немецки, но Данки, я понимаю. Спасибо, что нам даришь. Познание немецкого. Еще более высокие, чем в английском. Я используюсь телефоном, чтобы разведать местность и узнать уязвимости врагов. Да. Наверняка Хуан тебе втирал про подходящие средства. Не, ну английский-то я не так плохо знаю. Не, вот вы сами видели сегодня, кто приходил, когда неудачи начинали. Я смысл-то передал. Да, хреново, вообще там недословно. Я вот изучаю, у меня карточки по английскому есть. Я изучаю английский язык, серьезно. Да. Я помню даже мы одну игру на английском проходили полностью с вами. Кто-то помнит по-любому. Я, кстати, на самом деле на русском был. Я не нашел русскую версию. Мы прошли ее на английском, я даже сюжет пересказал, плюс-минус. Треть фактов, конечно, там, или половина, они как бы вообще не такие были. Но, смысл уловили мы, да. Воспользуйтесь камерой телефона, чтобы разведать местность... Нет, видите, солдат. Ну, это старая механика, там было, по-моему, с этими, да, с биноклями. А вместо солдата вы узнаете слабые места. Используйте так, чтобы создавать и выбирать различные боепрасы для своего оружия. Так, ну, я, кажется, понял. Подожди. А, тут так он, да. Так, эээ... Чё это у него за молния? Сессовец, что ли, сука? Так, это какой-то гифрейтор с значком. Тут бы бронебойки нужны, да? Да, блин, если в голову стрелять, мне кажется, мне вообще никакие другие вещи не нужны. У Альвароса ключ от оружейный. Осторожно, Дани. У него выше ранг, а значит, лучше подготовка. Этот быстрее жмёт на курок. И вообще, живучий засранец. Этот форт – самая защищённая база на острове. Солдатам выдали броню и шлемы. Но бронебойным патроном это по силам. Изготовь на верстаке, если их у тебя нет. Да. Потом стащи этот уран. Я так и сделаю. Мы возьмём вот это. Вот это возьмём, правильно? Фалыч. И мы ему поменяем ячейку боеприпасов. Да, мы меняем на бронебойки. Я, в принципе, наверное, друзья, буду чаще всего бронебойками пользоваться. Почему? Он пробивает шлемы и броню. То есть, если противник будет незащищённым, я же всё равно, я же, ну, как бы, криворучка во многих моментах, но в голову попадать плюс-минус могу. Я всё равно буду в голову стрелять, правильно? Соответственно, если я буду стрелять в голову, то если противники нет шлема, всё равно там будет, я думаю, хедшот. А если есть шлем, то он его пробьёт. Всё, гениально, всё. Какие вопросы? Может, потом что-то более крутое, конечно, будет, но пока так вот. Очень быстро перегревается. Нет, мне такое не надо. Ячейка прицела. Вот что мне нужно. А прицелы у нас, к сожалению, недоступны. А-а-а. Я понял, компоненты нужны. Боевой оптический прицел. Э-э-э... Коллиматорный прицел. Ага. Нам нужен порох. У нас не достаёт пороха, друзья. Как только у нас появится порох, я смогу... Может, пригодится парашют, что я тебе дала. Только прямо посреди форта не приземляйся. А-а-а. А-а-а. В смысле не приземляться посреди форта? Девочка моя, ты сдурел, что ли? А, ну не получится посреди форта. Ладно. Извини. Вообще извини. Да, нагибанто. Ага. Ой, что-то какая-то читерская тема, слышишь? Да? Ха-ха-ха-ха. Хеллоу, сука. Бля, ну там труп застрял. Слушай... О, молодец, красава. Понимаешь, да? И вида радио. Всё, нормально, нормально. Э-э, сейчас расправимся. Где там эта сигнализация? Надо бы её вырубить, наверное. Я что там уже кого-то убил, да? Нет, сука. Не успех случился. Наш его поджарил. Ребят, всё нормально, бля. Просто хотел проверить. Знаете, что надо убрать? Меня это ужасно бесит. Меня это просто ужасно бесит. Вот, игровой процесс. Покачивание прицела. Не надо нам никакого покачивания прицела. Все эти реализмы ваши. Жопу. Не надо, чтобы я мог нормально нагибать. Всё, короче, я полетел. Почему он как-то летает, непонятно. Как ускорится там и так далее. Ничего, да? Ладно. Нет, так нет. По сути, наверное, глушитель мне всё-таки не помешал. Надо смотреть в оба. Да. Согласен. Нифига там лицо. А, это телевизор. Слушай, деньги не главное. Понимаешь, да? Симон. Иди, дорогой. К жанру фэнтези, если положительно. Да. Могу посоветовать поиграть вселенную масс-эффект. Я очень люблю масс-эффект, но... Я не уверен, что это вообще, как бы, ну, зайдёт людям. Ты это говорил уже, мужик. Вы повторяетесь постоянно. Ты, бля, граната. Не трогайте моего крокодилу, сука. А, ну, походу, он их просто сожрал, да, всех? Нормально. Так. Где эту штуку отключить? Не надо ни с кем связываться. Сосать не пересосать. Хватит. И... А, всё. Гуапа без сознания. Нет, гуапа! Они крокодил, думаю, убивают. Вы чё, твари вонючие? Сосать, сука. Друзей не бросаем. А, дурак. Всё, нормально. Давай, давай, давай. Всё, хорошо. Всё, сейчас освоимся, будет нормально. Меня бесит то, что тут некоторые кнопки почему-то два раза надо нажимать. Лечиться не один раз, а два раза и не зажимать. Надо, короче, ещё в настройках покопаться, вот это здесь сделать. Я из-за этого умираю, там, чё-то не открываю вовремя. Правильно. Так ему, сука. Негодяю. Какая хуер... Хуану, там, все дела. Ой, слушай, чё-то их много. Нет, мне не нравится. Ага, он там вон его сажрал. Есть, отлично. Куда ты побежал, слышишь? Всё, хоре. Разбегались, понимаешь ли. Всё нормально. Вопрос решён. Патрули какие-то. Вот они, патрули, приехали. Нагнули за милую душу. Натянули, как бобиков. О-о-о. Крокодил, дойди сюда. Не надо там бегать. Я за тебя волнуюсь. Рокутагин, сталкер, пишет. Рокутагин, будешь дальше проходить Resident Evil или уже надоело? Если будешь проходить, то скажи, когда. Не могу сказать, когда. Это такая игра, как бы, совсем часто в неё не надо так. Но периодами, да. Новиночки, стариночки, там всё подряд. Так что, такие дела, да. Будет, будет. По-любому. Ну, резик-то это обалденная серия. Конечно, будем ещё к ней возвращаться. Слушай, деньги не главное. Понимаешь, да? Иди, дорогой. Рис. Так, хорошо, стрима. Даже в армии смотрю тебя. Через неделю дома буду уже всего позитивного. Спасибо и тебе всего позитивного. Мира, добра, покоя. Поскорейшего возвращения домой. И в дальнейшей спокойной мирной жизни. Да. Так, может чуть-чуть сделать музыку потише? Я не знаю, как вам. Мне кажется, она немножко чуть-чуть. Чуть-чуть буквально. На громковато, да? Вот. А может и нет. Может наоборот оставить. Ладно. Ещё пишите. Так, ну всё. Собственно говоря, мы основные вопросы здесь... Это кто, подожди, разыскиваются, что ли? Да, это наши бобенцы. Хуан Кортес. А мы? А нас тут нет. Какой-то Сибуска там ещё. Кто это такой, я не знаю. Ой. Ой-ой-ой, гостиницы-то какие. Гости к нам пришли. Гости вот они, кстати, кидают. Да вы, сука, вообще что ли не успокойтесь теперь? Да, Гамадрила, правильно говоришь. Всё. Так, надо заканчивать. Мы тут правда так будем долго. Может нас даже не убьют, но могут Гуапа убить. Давай-давай, красава. Мы уже на месте. Давай, быстрее бери. Вот оно. Вот и уран. Охренеть, это реально уран. По-моему, ещё где-то подкрепление. Я кого-то слышал, кто-то кричал, орал тут. Так, Гуапа, мы с тобой делаем ход конём. Мы с тобой просто свалим отсюда. Вот и всё. Не очень, конечно. Нет, так не катит. Меня так не устраивает. Таким путём я не пойду. Но я сделаю по-другому. Хитро сделаю. Ха, сычки. Ну давайте, идите сюда. Ничего-ничего. Приноровимся. Будем только в хэд бить. Есть. Всё, Гуапа, давай ко мне. Крокодильчик мой. Да. Ох, сука, нет. Не-не-не, братан, обратно. Я думал, ты как-то прыгнешь и полетишь. Типа там, все дела. Но так оно не вышло. И тогда нам и не нужно ничего. Всё, нормально. Немножко всё-таки я ударился. Ну ладно, это мелочи. Я о чём думаю-то? Вы думаете, чё я так сделал-то вообще? Чё я сюда пошёл? Тут, блин, больше километра пилить. Нафиг он мне надо? Я на машину сяду, правильно? УАЗик, кстати. Да, УАЗик. Нормально. Машина. Да. Машина, конечно, некомфортная. Но зато надёжная. Да. Поехали. И походимость отличная у неё. Во! Порох я подобрал, правильно говорите. А, нам верстак нужен. Ладно, там найдём потом. Здорово, мужики. Сука, я только что... Я не вообще поняли, честно. Глопа. Не волнуюсь. Не волнуюсь, реально. Он такой классненький. Мне понравился этот крокодил. Он прикольный. Поехали. Не, у нас чё только не было. Помните, у нас Бобик был. В Far Cry 5. У нас там Чизбургер был. Медведь. Сука, вот лучше бы ты не начинал, а? Нет никакой подмоги. Всё. Ну, Гиман, ты у меня, сука, машину испортили. Так, а я не могу, да? Блин, я починить не могу машину. Это крайне печально. Так, друзья. Я чуть-чуть прервусь ненадолго. Сейчас буду. Алло. Хорошо. Сейчас будем. Сейчас мы будем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...